Привет, девчонки! С вами Камила. И сегодня я хочу попробовать на камере вот такой продукт, новый от Maybelline. Это татуаж, так сказать, для бровей. И этот продукт интересен тем, что он обещает, вот здесь есть, вот тут есть фоточка, что брови будут держаться до трех дней. Мне очень интересно попробовать. Я, в принципе, брови каждый день прорисовываю карандашом, это занимает определенное время. С одной стороны, может быть, мне бы интересно было попробовать татуаж, настоящий татуаж для бровей, но с другой стороны, мне страшно, как это будет выглядеть, потому что фотографий в интернете много, и хороших, и не очень. И у меня брови немного разной формы. Опять-таки, я не знаю, как на это может повлиять. Где-то это исправляют, где-то выглядит, что это в итоге результат как-то выглядит еще хуже, чем до. Меня, в принципе, не сильно напрягает, но мне бы не хотелось, чтобы сделали хуже. А еще, по-моему, татуаж бровей очень часто старит лицо. Не знаю, почему мне вот так как-то кажется, что из молодой девушки при помощи татуированных бровей легко сделать простую тетку. Но, в принципе, технология мне интересна, мне интересна так, чтобы максимально снизить свое время на нанесение какого-то макияжа с утра, поэтому попробовать какой-то более-менее перманентный макияж вроде как интересно. У меня уже пробовала аналогичные продукты от корейской компании Ниша, и в них мне понравилось то, что мои брови стали рыжими. Во-первых, они не держались три дня, во-вторых, они были конкретно рыжими, это вообще просто какая-то жесть. Но про вот этот вот продукт. Мне визажист Марк Квейбрин обещал, что у меня брови не будут рыжими, так что если они станут рыжими, то Синтия, будешь ты виноват. Ну что, попробуем. И купила я эту упаковочку в магазине Дрогос, стоил он 14,89 евро. Открываем. Тут все, что есть внутри, вот такая штучка с наклеечкой. И еще визажист компании Мебелин посоветовал мне наносить этот продукт не той кисточкой, которая в этой упаковке, а кем-то отдельной кисточкой, поэтому я вот взяла тут арсенал, попробуем, чем будет лучше. Я умылась, нанесла весь свой основной уход и потом протерла брови тоником, чтобы смыть остатки каких-то средств, чтобы лучше все это держалось, прилипло. Посмотрим. Написано нанести и дать высохнуть хотя бы 20 минут. И если вы хотите, чтобы эффект соглобался, соглобался, и если вы хотите, чтобы эффект сохранялся до 3 дней, то нужно дать 2 часа. Два часа, я думаю, не выдержу, я попробую час. Посмотрим. Так, значит, у меня вот внутри вот такая вот штучка. У меня оттенок Medium Brown. Их, я так понимаю, 3 светлые, Medium, как у меня, и темные. Вот тут такая кисточка. И внутри субстанция такая лепучая, похожая на латекс. Посмотрим. Я обычно свои брови зачесываю сначала вниз, хотя, кстати, как я их потом зачесываю назад с этой штукой. Так что попробую просто придать им естественную форму. И начну, наверное, с вот такой кисточки от Заява для бровей. С Богом. Ну, выглядит такой довольно чёрный. В принципе, консистенция выглядит довольно удобно. Он не течёт. Пока, во всяком случае, не размазывается. Так что посмотрим. У меня тут такая интересная штучка, как бы, рассечение в брови. Мне было бы интересно заполнить вот это место. Но, я думаю, на первый раз я это не рискну делать. И я боюсь, да, сделать их очень чёрными тоже, поэтому. Поэтому наношу максимально аккуратно. Я просто кисточкой, кисточкой вот снимаю продукт. Ещё проблема в том, что, да, я, кстати, не смотрела никакие видео, не смотрела никакие отзывы. Вот, может, эта гадость известна. Но я не знаю, насколько толстым слоем его вообще не носить. Как-то так. Красота. Мне нужно ещё стараться, чтобы сделать максимально аккуратный, максимально ровный. Ну, сейчас я попробую, наверное, подправить самое кончик. Да, сама этой кисточкой тяжело. Ну, как бы, тонкие линии ей вообще не получится нарисовать. Так что совет с какой-то другой кисточкой на самом деле хороший. Ну, вот как-то так у меня получилось. Сейчас я подожду час и посмотрим. Посмотрим, какой будет эффект. Это снова я. Прошёл час. Будем снимать. Посмотрим, что из этого получилось. Как-то у меня не получается так эффектно, как реклама. Хм, получается. Моя брус. И вот он результат. В принципе, да, мне даже нравится. Снимается достаточно легко. Болос не врывает. И вот так выглядят мои брови через час. По-моему, результат очень даже неплохой. Посмотрим, как оно будет держаться. Но пока, честно говоря, я очень даже довольна. И небольшой апдейт. Мне как-то лениво расставляется своё освещение и так далее. Поэтому в таком влоговом формате. Но брови продержались примерно три дня. Учитывая, что я особенно держала этот продукт на бровях. Как-то не два часа, как было указано в инструкции, а всего час. Так что, в целом, этим я довольна. Возможно, через пару дней появился немного такой, не как рожена, а скорее тёплый оттенок. Но в целом сходили равномерно, выглядели хорошо. И напишите, пожалуйста, как вам кажется эффект. Но выглядит, что я, честно говоря, довольна. Так что вот этой штучке палец вверх. Спасибо Синдии, которая посоветовала его попробовать. Спасибо, что были вместе со мной. До новых встреч. Пока!